Новости культуры в галерее АЯ открылась выставка экслибрисов. Отечественные, грузинские, прибалтийские, взрослые и детские, профессиональные и любительские. Больше сотни экспонатов, которые доказывают, экслибрис это отдельный вид искусства. Экслибрис – книжный знак, который владельцы библиотек наклеивали на внутренний переплет книги. Он появился в Германии еще в 15 веке. Гербовый, вензелевый или печатный. Экслибрис – это всегда некий шифр, закодированная информация о личности человека. Можно сказать об интересах человека, о его профессии, о его наклонностях, о том, что он любит читать, чем он вообще интересуется в жизни. Это лишь малая часть огромной коллекции Олега Радина. Но и по ней можно проследить, как менялся экслибрис. От витиеватой вязи до революционных знаков, до нарочитой прямолинейности советских. Есть и национальные различия экслибриса. Вот если посмотреть грузинские, какие буквы у них, завитые витейки, очень сложная мелкая проработка. Прибалты они более прямолинейные, более сухие, более четкие, контрастные. Особое внимание работам курских мастеров. Вот знаки Леонида Литашенко, отсылающие нас к античности. Кстати, он создавал экслибрисы для Пришвина и Паустовского. Эта часть коллекции принадлежит династии Шуклиных. Архитектурные линии Алексея Шуклина и литературные мотивы его брата Василия. Василий Григорьевич – это мой родной дядя. Отец Алексея Григорьевича. Это были одни из первых, кто создавал в Курске книжные знаки. Делали эскизы. Потом по эскизам дядя у меня, он мастер был, вырезал из линолеума, резал на самшите, то есть гравюры. Потом оттиски снимались. Папа больше рисованные знаки. Когда-то искусство экслибриса постигал сам Дюрер, а сегодня его называют винтажным аватаром. Исчезающий вид графики, который не встретишь на электронных читалках. Но он живет на страницах книг. Юлия Матвеева, Антон Латышев, Телеканал СЕИМ.